Всем привет! Начинаем новый влог! Смотрите, у меня же новое окрашивание волос лондочкой. Вы уже наверняка видели все это видео. Что-то я так, знаете, прям любуюсь собой. Что-то мне нравится прям этот цвет волос. Я такая, да, я сначала... Что-то сначала происходит, мне не очень нравится, а потом я начинаю вроде бы привыкать. Сейчас мы ждём моего братюню. Он должен приехать с Настёной. И мы поедем в торговый центр «Горизонт». На детскую площадку отведём детей. Я малого сейчас заберу в садик. Он как раз в 3 часа, они уже там просыпаются. Сейчас мы их вместе с дядей, с сестрой заберём. Ой, обрадуется! И поедем. Он давно уже на машинке не ездил. Всё, садик, дом, садик, дом. Прямо бывает возле машины встанет и прям вот хочу залезть в машину и поехать на машине. А я его нет и нет. Рукается на меня. Но сегодня будет у малыша праздник. Поедем в торговый центр «Горизонт». Погуляем. Братюня приехал на помощь. Мама, короче, говоря, сколько ты тут уже не выходила и не заводила. Две недели. А из этих двух недель ещё несколько дней были жёсткие морозы. У меня моя тоже не заводилась. Ну не жёсткие, иди тут жёсткие. Ну, блин, моя никогда не глохла. Вообще никогда аккумулятор не был разряжен. А тут раз, тебе и всё. И всё. Короче, мамка не может завести машину. И вот добрый брат оказался тут. А ты умеешь всё делать, да? Главное, чтобы не промахнуться. Вот именно. А что будет, если промахнёшься? Взгорят у нас машины просто, наверное. Взорвутся? Я всё время боюсь. Провода погорят. А, ну не взорвётся ничего, да? Провода там погорят. Внутри мы будем менять провода. Ну, минимум. А может и мазать. Нет, ты знаешь, это не страшно по сравнению с тем, если взорваться. Тебе тоже страшно? Всё, пусть чуть-чуть. Сдел так сел. Чуть-чуть пусть по этого, да? Ты прокатись кружочком перед домом. По кругу дома. Так, ну чё мы не заблокировали? Не можешь открыть дверь? Нажми ещё раз на кнопочку. Ну-ка. Аллилуйя. И кто у нас там? Кресло. Танечка, а ты кресло закрепи её. Привет, моя родная. Привет. За Дэнькой пойдём в садик? Пойдём? Он сейчас в садике тут рядышком. Пойдём вместе сходим за ней. Пойдёшь со мной? Да. Пап, давай, вытаскивай Настю. Мы пойдём за Дэней в садик. Чё ты там пьёшь? Настюрка! Була окрыляет. Окрылил? Ты окрылил? Где моя внутия, привет? Привет, мам. Пошли на каточки катались. Ну и как вы там на каточке? Нормально, я устал на стене. Сидела. Она тоже на коньках? Ты тоже каталась? Я на заводной каталась. Охренеть, ты уже такая большая, что сама на коньках катаешься? Не соображу, я только не знаю. Моги мне трясло отбора. Так, ну чё, оставим тогда этих, пусть они здесь разбираются с машинами, а мы с тобой пойдём в садик за Дэнечкой, да? Да. Всё. Виталь, мы пошли в садик за Дэнькой. Иди, иди. Всё, пойдём. Сейчас Дэнька придёт, ему скажи, я за тобой пришла. Пошли гулять. Да. Идёт? Кто, Дэнька, пришёл? Сестра твоя пришла, ты чё не узнаёшь? Ну, обнимай сестру. Гулять пойдёте сейчас, сыграть вместе. Ты рад? Ты рад? Мы тебя забираем гулять. Выходим. Пуфчики мои, выходите. Толкай дверь. Ой, молодец. Аккуратненько. Скок. Таким, малыши. Ой, молодцы. Налево. Всё, идём втроём все за ручку. Вы видите, какой мы компанией идём? Ну, у тебя два дитя идёт. Двое детишень. Да, как? И один маломинцы. Вот они мои двое внучёнка. Мои двое внучёнка. Вот они. Настюлечка. Малюлечка. Детенечка с садика идёт, да? А ты сегодня в садике не была сегодня, да? Да. Ну и всё. Вот вышли на воздух. Хорошо, что не мороз, не ветер. Да, погода огонь. Будем сегодня тусить гулять. Здорово, здорово, здорово. Мужики, встретись. У брата, блин, такая чистая машина. Меня аж стыдно. У меня просто всё время нет времени, честно говоря, её помыть. Но сегодня я не найду время, но, может, завтра найду. В общем. Денька ест... Он сто лет не ездил на машинке. Его сейчас сел, обрадовался. И в то же самое время не понял, что к чему. Короче, я ему дала его любимую конфетку. И вроде бы он занят. Всё. Мы сейчас уже в горизонте встретимся с братом. Ой, как рулит. Ой, как рулит мальчик. Ой, молодец. Такой башу, как мама, да? Да-да-да-да. Поехали. Поехали. Нравится тебе, да? Ждём сейчас. Должен брат подъехать. Уже жену забрал. Так что мы будем всем семейством играть сегодня гулять. Ой, счастье-то какое. Что там? Мам, там ещё что-то надо нажать, да? Ты что, за рулём? Выключил? Ты что выключил? Включил. Включил. Поехали. В цикле. Ай, едет. Едем, скажи. Беби. Беби. Ой, я кайфую от своего нового цвета волос, если честно. Дэн, тебе нравятся мамины волосы новый цвет? Беби. Говори, пи-би. Пи-и-и. Чего, мам, ты мальчик такой, зайчик? Мамки, пи-би. Мамки. Мама пи-би. Беби, хватит пи-би-кать. Сейчас кто-нибудь. Сейчас подумает кто-нибудь, что что-то происходит. Тут кто-то пи-би-кает. Просто пи-би-кает. Нельзя просто так пи-би-кает. Мне казалось, я снимала, а вот, оказывается, я не снимала ещё одного члена семьи. Я хотела показать, какая она яркая. Мы прямо с тобой в тренде вместе. А ещё подожди, подожди, вот малышня у нас. Вот она. И вот, и вот Виталия. Сейчас со стороны нас снимет, как мы выглядим. Ему что-то нравится, похоже. Все разные, потому что... Яркий, сочный, сочная семья для розовый, жёлтый, синий, зелёный. Вообще. Пойдёмте, как раз, но не хватает, чем. Для цвета города. Детки, конфетки. Опять я в своём любимом гайд-парке заказала такое пирожное, мне посоветовали. Малина, манго здесь и безалкогольный глинтвейн. А Дэнни тут бегает везде, поэтому пока я поем, он смотрит мультики. Надо быстрее кушать. Ну что, мы снова в нашей любимой игровой, в горизонте. Настюля, вон она. Вообще, понедельник, никого нет, вообще кайф. Обычно тут на выходные столько народу. Класс. Нам разгуляй-ка. Ой, кто бежит? Опа! Ю-ху, давай прыгай скорей. Тра-та-та! Класс? Вот это да. Та-да! Та-да! Ой, а Настю красит. И кем ты будешь? Яблочком зелёным? Скажу, фантастической бабочкой. 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 Сладкой. Так папа выбрал, да? Да, да, да. А, ух ты, какая красота. Ну посмотрим, посмотрим. Ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Ну ты даёшь! Ну ты даёшь! Мамочки родные! Так может продолжаться бесконечно. Будем ждать его здесь. Это новая фишка у него. Верх ногами вот этого. Счастье! Полные штаны. Прык-су-как-прык. Да иди туда прыгай. Прык-су-как-прык-прык. Прык-прык-прык. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Аккуратно. Мама, иди на секунду. Давай. Давай. Всё, давай. Кстати, это детский центр в горизонте. А у нас ещё знакомые открыли на Северном, по-моему. Или на Западном. Это у ребят. Нет. А где у твоих друзей? В Северном или на Западном? В Копах. Игровая. Наташа, а где у Юрьки игровая? А Наташа сейчас позвонит, узнает, где игровая. На Северном или что? На Северном. На Северном. На Ашан, да? В Ашане на Северном. Вот, на Северном Ашане у них игровая. Мы скоро тоже туда поедем, как будет у нас выходной. Покажем, что у них, как там. Вот, а в центре мы любим вот в горизонте. Так, что если вы едете в Ашан за продуктами, детей можно сбагрить на пару часиков и кайпануть самим? Да, надо посмотреть. Заехать, посмотреть, как у них там всё устроено. Вау! И всё, пацанок! Дорвался, блин! Дорвался, любит он вообще здесь. Тусоваться очень сильно. Дорвался, блин! Дорвался, блин! Сх правом Ole, Dollar. Дорвался, блин! Дорвался, блин! ВAN! Без 한번도ходит, блин! Дорвался. кайфует прям держись крепко ой, все, свалил все, попал в мясорубку сели? ай, краса ура 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 приехали домой Денечка в машине у меня не уснул хотя я планировала, чтобы он в машине заснул я его тихонько перенесла на кроватку и он, короче, уснул но он не уснул поэтому мы пришли, еще покушали в общем, поделали все наши дела трапезы вечерние, зубки почистили умылись, все дела я его уложила спать ну, уснул достаточно быстро, ну, в 10 часов как обычно вот я сейчас разговаривала с подругой пила чай в общем и время уже так поздно я понимаю, что завтра рано вставать мало в сад везти а у меня на завтра нет видео завтра нужно видео выложить нет видео готового вот вот сейчас буду скидывать все видюшки на компьютер и думаю, дай запишу вечерний кусочек влога вот от нового цвета своего я кайфую мне очень нравится многие уже делают комплименты что красивый цвет у меня мне тоже нравится и блестит главное волосы в порядок привести хочу, чтобы они прям вообще струились струились были мягкие прям мягкие вот как здесь чтоб они были здесь концы очень сухие надо работать ладно, спокойной ночью увидите кроссочки мои привет я вам не говорила но я собираюсь в Москву и это последний влог в Ростове и в Москву уже поездку я начну с нового влога и конечно он уже выйдет тогда когда я приеду с Москвы в Москве у меня есть планы сейчас как раз таки вот уже последняя неделя где я готовлюсь снимаю для вас видео чтоб заранее их смонтировать интересные видео которые планировала снимать чтобы вам было что смотреть пока я буду в отъезде у меня не будет всего 5 дней где-то я собираюсь встретиться с моей Любочкой собираюсь встретиться еще с одной подружкой надеюсь у нее получится она еще кстати не в курсе что я хочу к ней в гости приехать встретиться со своими друзьями также будет встреча у нас проходить в центре это ютуб встреча которые приглашают на мероприятия блогеров помогают им делятся советами по развитию канала и так далее и еще я планирую встретиться с одним блогером и снять совместное видео для меня этот опыт такой очень интересный потому что это первый блогер с которым я буду встречаться в Москве немножечко сделаю вам такой предварительный интригу предварительную это девочка молодая ей всего 22 года по-моему и 22-23 где-то так и она тоже очень-очень любит фикс прайс я увидела эти видео написала ей и говорю вот типа я планирую в Москву как ты смотришь на идею чтобы снять вместе видео и она сразу откликнулась ей это было интересно поэтому мы с ней встретимся я прям целый день посвящу с ней мы с ней встретимся познакомимся мне вообще очень интересно узнать поделиться опытом и взять какой-то опыт для себя потому что ну когда это стихия твоя да и ты встречаешься с людьми которые так же горят как и ты этим делом и все у них получается я вижу что у нее все круто получается и мне кайф пообщаться и прям я в предвкушении мне кажется это одно из самых таких важных вещей я еду прям в предвкушение честно говоря познакомиться и что-то вместе сделать так что это вы уже увидите в следующих видео нашу совместочку так и и все в принципе Денечка будет в садик ходить мама будет за ним смотреть как раз таки а на выходные я как раз приеду с ним проводить время он наверное соскучится за мной все выходные буду с ним вместе вот сейчас я еду мне нужно взять посылочки там две пришли с джум очень люблю джум ожидания реальность я смотрю вам тоже нравятся эти видео поэтому будем их снимать и вот новые интересные покупочки ждут меня на почте пойду их забирать и кстати в своем инстаграме вот ссылка на мой инстаграм заходите подписывайтесь я начала петь и самое интересное ну снова начала петь то есть кто любит как я пою и говорят чаще пою во влогах я просто не хочу на канал выкладывать песни ну кроме своих да различные ну по разным причинам ну как бы то есть если это будет это может быть отдельный канал какой-то будет я кстати подумываю о втором канале сделать его таким тематическим то что я сюда выкладывать не буду а на второй канал буду выкладывать ну я еще над этим думаю не знаю в общем это все в разработке что именно выкладывать на втором канале то есть у меня есть идеи и кому нравится просто как я пою и хочется послушать разные песни может быть заказать хочется какие-то песни если они мне понравятся то я их тоже спою это все в инстаграме, поэтому заходите в мой инстаграм, также я там веду сторис ежедневные кто хочет проводить со мной больше времени то добро пожаловать в инстаграм там мы на связи 24 часа только что играла песня, представляете? что не помню, так я помню, что у меня хорошая ассоциация с этой песней, что именно не помню так, я получила две посылочки с Джум, скорее бегу домой чтобы уже готовиться к новому видео и еще я выехала, чисто получить посылочки и заправиться все, вышло у меня 25 минут или 30 минут в последнее время вот так вот привычка делать еще я выехала, представляете, и заметила у меня простуда, вскакивает охренеть, а я переживаю если в Москве снимать видео совместно я же хочу хорошо выглядеть, да и вообще с друзьями встретиться и вообще как бы я в Москву должна нарядная приезжать а не с простудой так что сейчас быстрее бегу домой мазать ее чем-нибудь вот, сейчас еще покушаю быстро поделаю там кое-какие дела и уже за малым в сад время летит невозможно вот садик это круто, классно, но когда малого нет и нужно кучу дел поделать на самом деле время скачет такое ощущение, что я моргнул и уже вечер надо за малым идти но я вроде успеваю со всеми делами надеюсь все будет замечательно так что все, мы домой поднимаемся блин, все время заходя домой с улицы я каждый раз вспоминаю, что я забыла проветрить комнату мне это бесит главное, спальню я малого отложу я спальню сразу открываю она целый день открытая там за часик где-то я закрываю чтобы она чуть-чуть нагрелась ну то есть мы спим в спальне свежую у нас стоит там освежитель воздуха не освежитель, а этот увлажнитель, да воздуха, все хорошо но вот комната я просто привыкла, что мама дома а мама всегда проветривает она следит за этим потому что ей все время душно нет-нет а я ухожу и вот какой раз захожу такая думаю, бааа, как душно думаю, что вот я не открыла перед этим и причем думала об этом все время забываю сейчас надо в холоде будет торчать еще когда остается до садика уже, ну там, 20-30 минут я скорее спешу там попить чай там включить ну, как бы раньше включить что-нибудь, да там, налить себе чай и прям спокойно попить чай с плюшечкой потому что когда Денька приходит уже домой я уже вот, ну не могу вот так вот съесть чай и наслаждаться не знаю почему потому что, ну как бы с ребенком нужно поиграть даже как-то он занят в свои дела вот он сидит где-то я не могу вот так сесть чай он прибежит, все равно начнет там что-нибудь хотеть, спрашивать что-нибудь просить у меня что-нибудь позвать меня ну, в общем, как-то вот не могу а вот когда я сама с собой наедине я делаю чай включаю что-то, да вот по-настоящему прям отдыхаю, расслабляюсь и вот все время за 20 минут у меня возникает такое желание прям попить чай и съесть вкусняшку вот вкусняшку я люблю, кстати я люблю в магните брать вот эти вот творожные колечки просто их обожаю могу их съесть просто за два вечера одна очень их люблю еще мне мои девочки мои подписчицы прислали вот M&M себе, кстати, Крипс Крипс там было написано M&M с три вида мне прислали один с орехами один классический а второй голубой Крипс там, короче, воздушное что-то такие вкусные я их сразу съела по дороге пока ходила за малыми все, поставила чайник достала колечки а, я их даже не люблю честно говоря, доставать я их люблю прям с холодильника брать, чтобы они ни капельки не нагрелись чтобы творожок, который там был это творожные колечки не заварной крем, я заварной не люблю а именно творожные и я люблю, чтобы они прям были холодные с холодильника теплый творог не люблю я думаю, я не одна такая помыла ручки и вот так вот беру на ваточку нанесла корвалол вот только возникло даже когда не только возникла простуда я сразу корвалолочком вот так вот и оно не разрастается ну, посмотрите понаблюдайте включила воронинах кстати, очень нравится мне иногда смотреть еще одна причина почему я сажусь чаек пить с чем-нибудь тем, что у нас на фоне всегда мультики играют вот такое Дэньке не особо нравится он сразу пытается нажать куда-то там вниз и переключить поэтому я его мультики включаю он их особо не смотрит даже по телеку но они должны фоном быть все, я села включила воронинах налила себе чаек кстати, многие спрашивали где я кружку такую покупала я ее показывала уже в обзоре алиэкспресс но могу еще ссылку здесь оставить мне, кстати прям специально бывают люди в инстаграме в директ пишут где такую кружку купить может видео не видели не знаю в общем могу ссылку оставить кружка крутая она еще, знаете чем хороша горячий чай видите, я его держу и не чувствую что он горячий абсолютно это удобно но еще и красиво вот все я буду наслаждаться доброе утро кружки мои хотела поделиться кстати, сейчас мажу вот вечером помните видео у меня аж возникло вчера и вот я ее помазала помазала вот я смотрю что уже уже ничего и нету практически но я все равно еще домазываю поэтому у кого есть простуда я знаю, что очень много таких людей у кого возникает простуда при не знаю там дуновении там в общем по поводу и без повода как говорится я корвалол для себя открыла просто я не пью никаких таблеток потому что допустим от ацикловира у меня все симптомы по бочке которые там есть они все начинают проявляться самые страшные симптомы это тошнота головокружение вот это самое ужасное ощущение для меня поэтому я от таблеток отказалась вот ацикловир и все дела ну не знаю мне не особо нравится эффект и все равно оно как-то долго все долго вот корвалол это мне посоветовали многие девочки советовали и еще вот Элина которая делает мне татуаж она говорит что многие мастера спасаются этим потому что герпес или простуду по-другому он возникает не только тогда когда вы там заболели снижен иммунитет но даже при повреждении а так как когда вы делаете татуаж некое повреждение губ идет и герпес очень часто возникает особенно тех кто предрасположен к этому поэтому еще бывают просят таблеточки пропить несколько дней перед тем как идти на татуаж ну вот многие мастера спасаются потому что сразу вот только-только что-то возникло мы же уже знаем либо зуд либо еще что-то все сразу вот так корвалольчиком и супер вообще надо его с собой взять на всякий случай хотя он стоит копейки его в аптеке можно взять в любой ну мало ли если сразу возникнет пока до аптеки добежишь еще что-то вот говорила уже о том в инстаграме сказала что хочу снять вам наверное свое утро потому что очень много ритуалов получился надо соединить как-то может быть утро и вечер во-первых я по-новому делаю кофе хочу поделиться во-вторых я использую вечером одно средство чтобы морщинки убиралось и честно говоря прям вау-эффект честно я хочу тоже этим поделиться крема какие я использую пилинги кислотные которые я делаю ну одни я делаю в домашних там условиях из подручных средств а другой я купила классно мне тоже очень рад короче много всего там ну короче много чего есть поделиться так что скоро я сниму мое утро мой вечер объединю вот так вот вот сейчас я продолжаю делать ритуалы свои так как вечер в этом видео не буду о них рассказывать расскажу в отдельном видео чтобы прям посвятить им все время вот потом буду монтировать видео потому что готовлюсь к отъезду помыла голову как видите на корнях цвет не стал желтее мне кажется он даже стал по всей длине более равномерным потому что где-то было у меня больше теплого где-то больше холодного сейчас стало еще более равномерно все но мне нравится что корни именно не ушли в желтый цвет будем смотреть дальше кстати одна из моих подписчиц пользуется краской Элгон и она мне уже посоветовала взять там номера некоторые и тоже на 6% попробовать покрасить и говорит что эта краска вообще ее подружки пользовались и она и говорит она вообще вымывается не в желтый цвет а вот прям в холодный вымывается это круто ну мы сейчас за этой посмотрим пока потом другую попробуем обязательно что нам корни корни не жалко привет мои хорошие сегодня я вот такая интересная сегодня поеду в центр с друзьями встречусь что-то хочется мне замутить может пицца вечером заказать с друзьями распить повспоминать кто как встретился с буддизмом я вообще люблю эти истории потому что они все всегда какие-то прям мистические можно сказать связи связи так а сейчас я иду в ателье потому что у меня короче шуба порвалась а я хочу в Москву поехать в шубе потому что там то зима то не зима вообще короче не пойму я погоду но шуба она сама по себе легкая и теплая то есть если я возьму одну шубу я не прогадаю но там дырка под мышкой надо ее сделать забрали мою шубку она должна попозже прийти чтобы я не тратила время не ждала ее в общем там администратор приняла все и надеюсь что все сделают быстро короче захожу в один магазин в общем долго она мне что-то там предлагала предлагала а потом не хотите попробовать коралл вот такие два средства она говорит они смешиваются вот они типа продаются это полноценные тюбики это не миниатюрки они продаются их смешивают вдвоем и наносят на вот кончики на длину волос и типа с первого раза делает какое-то чудо думаю блин мне надо попробовать показать девочкам и на следующий день когда я иду на свои курсы так как девочки вы тоже знаете что я ищу такой поиск да мне подписчицы мои иногда пишут и пишет девочка говорит слушай вот такое есть средство попробую и скидывает мне фотографии говорит классно я его пробовала прям с первого раза видно результат хватает там на две на две помывки то есть даже не с первой помывки все смывается я говорю слушай удивительно но я их уже купила они вот они у меня лежат и я их буду пробовать поэтому я решила сделать такой тест-обзор на вот эти две штучки и мы посмотрим что сейчас получится свои волосы я уже знаю знаю как они у меня после сушки после мытья сейчас мы вот это применим и я вам покажу результат вот так мне посоветовали здесь вот такой вот эстель именно вот эту серию отиум типа она люксовая крутая она для жирных она для жирных корней и сухих кончиков ну и типа вот классный шампунь который нужно использовать вот я им сейчас помою голову вот и вот это средство ну думаю что шампунь не восстановит мои волосы сразу вау-вау да я думаю если получится эффект то это явно от этих двух баллончиков девочки вылила я две жидкости значит одна голубенькая другая беленькая они прям жидкие-жидкие вместе их начинаешь смешивать они превращаются вот в такую как маску и они выделяют тепло я использовала полностью все хотя девушка мне сказала что типа этого может быть много но у меня так как первый раз я думаю волосы хорошо впитают я в общем использовала все все наношу на волосы нанесла сейчас все по всей длине как следует то есть у меня сейчас волосы полностью пропитаны всем этим делом она сказала что буквально там что ли пять минут можно подержать но я подержу десять дабы все как следует прям прочувствовать да ну что голову помыла то что под водой происходит мне нравится в принципе сейчас я расчесала волосы они расчесались но самое главное какие они будут после того как я их посушу поэтому я их сушу и дальше делаю окончательно так ну что мои хорошие первое что я заметила это то что мои корни не уходят в желтизну и мне это очень очень нравится это уже третья помывка и цвет смывается очень красиво равномерно становится именно тем которым не нужно по поводу этого средства вау эффекта оно на меня не произвело общее состояние волос мне нравится они мягкие то есть я сейчас не применяла ни масла ни какого-то спрея после да все прекрасно расчесывается да они легкие мягкие но вот этого эффекта когда мои кончики падают они стоят колом вот да они продолжают стоять колом падают только если и то так падают не до конца только если я их аж до половины поднимаю да то есть ну стоят да вот они стоят а мне хочется чтобы именно кончики сами опа вот так вот и падали поэтому вау эффекта не было но вполне возможно что это не с первого раза но эффект общий такой что я бы может быть еще взяла эти два тюбика ну как бы в целом мне понравилось понравилось вот но продолжаем искать продолжаем искать продолжаем делать может быть я буду делать делать а через какое-то время начнут кончики падать и я скажу вау я применяла вот это вот это вот это вот это вот это все это берите месяц используйте и будет вам помощь в общем вот такие дела все в общем я собираюсь в Москву и уже следующий влог будет в Москве с вами прощаюсь люблю целую вонюб в общем-то в общем-то и как Продолжение следует...